Клиентам стоит опасаться, что данные им обещания не будут выполнены, они будут обмануты. Следует опасаться того, что они испортят свою кредитную историю, так как обязательства перед банком остаются на них. Основной критерий – это непрозрачность источников получения доходов, которые бы давали доходность в несколько сотен процентов годовых, которые позволяют выполнять обещание погасить кредит за 20-30% от суммы долга. Как правило, источником денежных средств является только средство новых клиентов. Финансовая пирамида – страшная вещь. Ну как распознать? Людей, в принципе, наверное, просто агитируют под что-то. Люди же падки на легкую наживу. Вот это и есть, в общем-то, уловка всех, кто строит эти пирамиды. Вы считаете, чего стоит опасаться? Халявных денег. Надо зарабатывать. Финансовую пирамиду распознать ее, в принципе, довольно просто. Ну, по крайней мере, как мне кажется. Если, как бы это объяснить, то есть видно, что условия для вложения денег слишком лояльные. То есть плюс к этому дана хорошая реклама о том, что это стопудово работает, чуваки, все вкладывайтесь, у всех все отобьется. Есть пирамиды, о которых владельцы сразу говорят, что это действительно финансовая пирамида. И те, кто успеет, тот успеет. Кто не успеет, для тех мы запустим второй тур, снова вкладывайтесь, снова попадайте в наш лохотрон. Не надо играть в азартные игры. Где-то думать, что быстро получишь деньги или что-то выиграешь. Вот и все. Раньше, говорили, надо с государством играть, а тебе хоть с кем не играй. Ну, проблема с тем, что обещали как бы современную вкладку, что там уже было записание денег по кредитному договору, по их соглашению, они должны были 10-го перетислить, а по банку списание 25-го. Но вот на 24-е, то есть 4 дня они просрочили по другому договору, и как бы банк, где они поступили, соответственно, я обратился по телефону на 2-3 дня до списания. Мне обещали, что поступят деньги своевременно. Потом начали ссылаться на Сент-Амакский офис, но они в Сент-Амакском объяснили то, что должны решить проблему на месте, в той Самаре. Вот они как бы друг на друга все перекладывали ответственность. Вот. Ну, пока я обратился по телефону, видите, с требованием устраивать ситуацию, иначе я обратил в суд. Только потом, на недельник, в день и на счетах были поступлены на счет. По поводу дальнейших ситуаций, я не знаю, это там не общается своевременно, но не могу ничего сказать. А почему вы вообще решили к ним обратиться? Что вас подвигло на это? Ну, как бы, я считаю, что да, да. Потому что, понимая, что, наконец, этот процесс годовых никакого бизнеса не приносит, понимая, что у меня есть листья, ну, что осознанно, что это просто как бы пирамида. Привлечь подобные организации к какой-либо ответственности очень сложно. Но, тем не менее, в судебной практике подобные дела имеются, и организаторы получают вполне реальные уголовные сроки. В Уфе пресечена преступная деятельность УФА-кредит, кредитгрупп, межрегиональный профсоюз независимых дистрибьюторов, руководители которых привлечены к уголовной ответственности, осуждены к реальным срокам лишения свободы от 3 до 7 лет. Ежегодно в городе Уфе и в России возникают финансовые пирамиды. А граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на ловки мошенников. Сэкономить за чужой счет у вас вряд ли получится, причем, если изначально вы брали чужие деньги. Поэтому, прежде чем обращаться в подобные организации, и адвокаты, и банки советуют хорошенечко все обдумать. Ведь все это вам может лететь в копеечку.